Всем привет! Продолжаем следить за новостями мирового туризма. С 10 января 2021 года для предотвращения распространения COVID-19 дополнительно вводятся следующие меры. Подпишись на канал и нажми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Досмотри видео до конца, и ты узнаешь важную информацию о безналичных платежах на Кубе. Установить в качестве обязательной меры для международных путешественников, прибывающих с 10 января, представление в оригинале отрицательного теста ПЦР-АРТИ, проведенного за 72 часа до поездки в сертифицированной лаборатории страны вылета или проживания. Для прохождения паспортного контроля на Кубе необходим тест на английском языке. По прибытии на Кубу соблюдается установленный в настоящее время санитарный протокол, который включает в себя ПЦР-тест на границе. В аэропортах будет продолжена работа по ускорению выполнения пассажирами послеполетных формальностей, включая переупорядочение слотов с целью обеспечения необходимой социальной дистанции между пассажирами. Куба вновь заявляет о своей решимости обеспечить здоровье своих граждан, а также иностранцев, которые посещают страну, и подтверждает это как безопасное место. Виза. В соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба граждане России, с 21 декабря 2018 года, могут въезжать и пребывать на территории Кубы без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда. Документы для прохождения границы. Загранпаспорт. Срок действия паспорта должен составлять не менее одного месяца с момента выезда из Кубы. Дети должны иметь собственный загранпаспорт. Паспорт должен быть действителен не более 10 лет с момента выдачи. Авиабилеты туда и обратно. Ваучер. Страховка. Визовый стикер для иностранных граждан. Иммиграционная карта. Два экземпляра. При пересечении границы турист заполняет иммиграционную карту в двух экземплярах. Первый предъявляется при прохождении паспортного контроля вместе с паспортом. Второй экземпляр необходимо сохранить до конца поездки, он возвращается сотруднику пограничной службы при вылете с Кубы. Прибытие и отдых в стране. Органы здравоохранения в координации с Министерством туризма Кубы применяют следующие меры для предотвращения распространения COVID-19 среди путешественников, прибывающих в страну. В самолете и в аэропорту необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Маски, перчатки. По прибытии в аэропорт пассажиры должны заполнить бланк о состоянии своего здоровья, ссылка на декларацию будет в описании. Все пассажиры проходят термометрию и бесплатный ПЦР-тест в аэропорту. На трансфере в отель необходимо использовать защитные маски для лица. Результаты теста готовятся в течение 24 часов. Это время туристы могут свободно передвигаться по отелю, после получения об отсутствии COVID-19 смогут покидать пределы отеля. В каждом отеле будет задействована медицинская бригада с врачом, медсестрой и эпидемиологом, которые будут обслуживать туристов и персонал отеля. Туристы смогут передвигаться по территории отеля без масок, использование которых будет обязательным только для персонала отеля. Если турист имеет положительный результат ПЦР-теста, он будет госпитализирован, а его спутники будут изолированы в своем номере на 5 дней, где им будет предоставляться индивидуальное питание. После этого срока туристам необходимо сдать повторный ПЦР-тест. Если его результат окажется отрицательным, ограничения будут сняты. Туристы должны соблюдать социальную дистанцию внутри отеля и проходить систематический контроль температуры тела. В ресторанах и местах общего пользования в гостиницах были приняты специальные меры для поддержания социальной дистанции, нанесения разметки, расстояния между шезлонгами, столами и так далее. Оплата медицинских услуг. Если во время отдыха застрахованный вдруг обнаружит у себя схожие симптомы заболевания, высокая температура, кашель, насморк и тому подобное, то ему необходимо звонить в сервисный центр по номеру телефона, указанному в страховом полисе, и следовать инструкциям оператора. Все расходы по лечению будут покрываться полисом и ЭРВИ. По итогам лечения, если период пребывания на Кубе превышает количество дней отдыха по оплаченной путевке, перелет в Россию оплачивает страховая компания ЭРВИ или туроператор Пегас Туристик. По возвращении домой все понесенные расходы будут возмещаться в рамках полиса медицинского страхования ЭРВИ, в том числе на лекарства, необходимые анализы по назначению врача, проживание в отеле, 300 условных единиц, и обратные билеты. Поэтому необходимо быть готовым к дополнительным тратам и сохранять все чеки и квитанции об оплате оказанных услуг. Если турист оказался в сложной ситуации, связанной в том числе с заболеванием коронавирусной инфекцией, туроператор Пегас Туристик окажет содействие в решении вопросов и необходимую поддержку. По прибытии в Российскую Федерацию. Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, будут должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию, при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на едином портале государственных услуг. Ссылка на инструкцию «Как загрузить тест на госуслуги» оставим в описании к видео. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства, регистрации. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. Важно! Оплата экскурсии и топлива на заправках доступна наличными деньгами, любые другие товары и услуги необходимо оплачивать картами Visa и MasterCard с намагниченной полосой или с чипом. Карты, мир и любые бесконтактные платежи не принимаются. Вне территории отелей ношение масок обязательно. Если видео оказалось вам полезным ставьте лайк, тем самым мы поймем что тема вам интересна и мы продолжим выпуск новых роликов на тему Кубы. Субтитры создавал DimaTorzok